Господи, Господи! Аллилуйя! Наконец-то встретились! Ура! Он скажет, что вы такие благословен народ, который открывает свое сердце, чтобы услышать призвание Божие. Неоднократно ко мне подходят люди и задают один и тот же вопрос. Максим, я чувствую, я чувствую, пастор, что меня Бог призывает. И я говорю, замечательно. Как замечательно, что Бог тебя призывает. И он говорит, ну вот он, я пришел. Все, Господь меня призывает. Что дальше мне делать? Какой мой следующий шаг? Я говорю, ну тебя Господь призывает. Почему ты ко мне приходишь? Он тебя призывает. И человек стоит в недоумении, рассчитывая на то, что я буду сейчас с ним работать, сидеть, буду над ним ухаживать, как нянька над младенцем, буду поднимать его. Ведь Господь его призвал, теперь пастор должен разобраться с этим призванием. И вы знаете, и потом, когда человек говорит со мной, к нему приходит недоумение. Я думал, Бог меня призвал, теперь ты будешь меня на руках носить. Ты будешь обо мне заботиться, ты будешь делать все, чтобы я, так сказать, призвался до конца. И когда я говорю, нет, 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 Бог тебя призвал, поэтому ты будешь бегать за мною, аллилуйя, каждый день. И будешь просить благословения. И у человека нет умения. Ну почему? Я думал, что Бог меня призвал, теперь ты виноват во всем остальном. Если у меня нет денег, ты виноват. Если у меня нет зарплаты, ты виноват. Если у меня нет дохода, ты виноват. Если у меня проблемы, ты виноват. Ведь Бог меня призвал. Ты человек Божий, ты за это отвечаешь. Вы знаете, я поэтому решил взять немножечко сегодня времени и говорить о призвании. Кого Бог призывает, как призывает, что можно назвать призванием. Вы знаете, что все вы призваны от тьмы к свету? Вы знаете об этом? Как энтузиазма нет. Вы призваны от тьмы к свету? Что такое быть призванным? Призвание это что-то очень простое и очень сложное для понимания человека. Как определить точку, когда Бог меня призвал? Конечно же, Бог призвал всех нас. Конечно же, каждый из вас может называться призванным. Почему? Потому что Он однажды позвал тебя и сказал, пойдем за мною, следуй за мною. Иди за мною. И что мы сделали? Мы посмотрели по сторонам. И мы сказали, окей, я пошел за тобой в Господь. И мы шли за Господом, идем за Господом. Некоторые отвалились по этому пути. И они сказали, а не очень интересно. Мы думали, будет гораздо интереснее. Здесь слишком трудно. Тернистый узок путь, там широкий путь, немножко комфортно там, там удобнее. Мы не хотим сейчас идти. Потом они возвращаются снова и говорят, нет, все-таки этот путь правильный. Хоть он и трудный, но он правильный. Хоть он и тернистый, хоть и колючек много, и камней много, и асфальта нет. И ничего нет, но этот путь правильный. И так происходит в жизни. Бог призывает нас, чтобы мы в генеральном, в большом плане, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Аллилуйя. Я так рад, что Иисус пришел на эту землю. Я так рад, что Он открыл для нас путь. Я так рад, что сегодня легко попасть в Царство Божье. Сегодня открыта возможность. Сегодня день спасения. Вы знаете, там вступит время, когда люди будут кричать, Господи! Но будет поздно. Когда они увидят Его лицом к лицу, они скажут, я хочу в рай, я хочу с тобою. А Он скажет, поздно. Господи, ну я не совсем понял на земле, что нужно было делать. А Он скажет, поздно. Я к тебе стучался, я с тобой разговаривал. Я с тобой работал. Я приводил к тебе людей, посланников. А ты не отреагировал. Я звал тебя. Я влек себя. Я пел для тебя. Я говорил, пойдем за мной. А ты не пошел. Наступит такой момент. Когда люди будут плакать. Будут рвать нам в голове волосы. И будут говорить, Господи, ну почему? Потому что, когда, если Он позвал, ты не пошел. Ты принял выбор. Ты сделал выбор. Если я не иду с Иисусом, то я не иду с Ним. Я иду в другом направлении. Есть только одна возможность. Есть только один путь. Есть только одна дорога. Есть только один выбор. Иисус. Все остальное компромисс. Скажите на это Аллилуйя. Все остальное компромисс. Мы выбираем Иисуса. Он призвал нас. Когда мы идем по жизни и начинаем спотыкаться. И мы падаем. И мы плачем. Говорим, я упал. Я в грехе. Кто у нас хоть раз в грехе был? Нет, ну нужно проверить. Друг, никто никогда не был. Хорошо. Кто из вас никогда не был во грехе? Все вроде были. Слушай, какая группа грешников собралась? Хорошо. Кто из вас может сказать, что он был достаточно серьезным в грехе? И достаточно был далек от Господа, уже будучи верующим? По сути, не торопитесь поднимать руки. Ты был достаточно серьезным в грехе. И ты был достаточно далек. Хотя внешне, может быть, ты все еще назывался верующим. И ходил на собрание и говорил, Аллилуйя. Но ты знал, Бога нет рядом с тобой. Смотрите, сколько справедливых людей. А кто никогда в такой ситуации не был? Поднимите руку. Господи, благослови лжецов. Все мы спотыкаемся. И когда мы падаем, мы лежим и говорим, О, Господь, я согрешил. Все плохо. И мы говорим, кто виноват? Наши говорят, а ты Ева, которую ты дал мне. И змея, которую ты сотворил, Господь. И дерево, которое ты сделал. Я не виноват. И Господь говорит, хорошо, вставай, пойдем. Пойдем. Пойдем дальше. И тогда ты, может быть, встал и пошел за Господом. Может быть, ты остался лежать. И сегодня ты пришел и хочешь восстановить отношения. Хорошее время. Зачем лежать в грязи? Нужно вставать и идти. Но он говорит, пойдем. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Бог призывает. Он не хочет, чтобы кто погиб. Бог не желает смерти грешника. Бог не желает смерти никого. Он не желает, чтобы у тебя была проблема. Он не желает, чтобы у тебя была смерть. Он не желает, чтобы у тебя была духовная смерть. Он не желает, чтобы ты болел. Он не желает, чтобы ты был бедным. Он не желает, чтобы у тебя были проблемы. Он не хочет этого. Это слабый аминь был. Он не хочет этого, друзья мои. Он не хочет. Ты должен понять, что может быть он испытывает меня. Он не хочет этого. Он против этого. Но это приходит в следствии наших ошибок, в следствии нашей глупости, в следствии того, что мы падаем. Почему я в грязи? Потому что я упал, потому что я не встаю, потому что я не стучусь, потому что я не прошу, потому что я не держусь за Господа. Рядом с Господом тепло, приятно и уютно. Но чем дальше, тем холоднее, труднее и более одинок и обидно. До смерти обидно, почему его рядом нет с нами. Но это наш выбор. Он нас постоянно призывает. Есть общее призвание для всех. Люди, покайтесь, Бог любит тебя. Люди, придите к Нему. Люди, оставьте. Мы говорим об общем призвании, которое общее для всех. Другими словами, находясь здесь и веруя в Иисуса, ты уже призванный. Халлелуя. Ты уже призвана от тьмы к свету. Скажем ли мы на этом? Халлелуя. Поверни соседу и скажи, друг, я уже призван Господом. Но существует огромное количество разных призваний. Мы должны положить основания, что такое призвание. Как вообще понять, Бог призвал меня или нет. Мне нужна помощь. Володя, иди сюда. Молодой, красивый, еще не женатый. На сцену. Женить надо? Приходите после собрания, обсудим этот вопрос. Ты зачем пришел сюда, кстати? Ну, Максима позвал. Кто позвал? Максима. Ну вот, стоит здесь. В смысле, как ты узнал, что я тебя позвал? Услышал. В смысле, что услышал? Володя, пойдем сюда. И зачем ты пришел? Тебе что, денег дать? Да, можно. Что ты тут делаешь? Стою вот. Почему ты стоишь? Повтори. Почему ты стоишь? Потому что меня сюда позвали. Вот я здесь стою. Как ты узнал, что тебя позвали? Потому что услышал. Окей, теперь давайте переведем. Вместо слова позвали, скажи, меня призвали. Окей? Ты почему тут стоишь? Потому что меня призвали. Как ты узнал, что тебя призвали? Услышал. что услышал слова еще раз послушать внимательно вот здесь есть откровение почему ты находишься здесь потому что я услышал слова и я пришел поэтому ты призванный вы улавливаете да максим у меня есть призвание может быть есть призвание ну-ка помолись за меня вот эта самая глупая молитва помолись что у меня было призвание но если тебя не звали значит и не призванный если тебя звали значит ты призванный точка как отличить человека призванного от непризванного тот кто услышал слово давайте скажем услышать слово он до сих пор стоит на сцене не знает зачем но он услышал слово услышав слово он повиновался и пришел сюда призванным нужно и можно считать человека который способен слышать слова с призваны ты господом или нет определяется способен ли ты слышать господа поэтому когда мы начинаем говорить о призвании мой первый вопрос а ты слышишь господа или не слышишь ты слышал его хоть раз ты слышал что-нибудь что он тебе говорил слышал ли ты его и не уверен но помолись за меня вдруг услышу некоторые думают я подумал я господь благословил я тебе говорю иди в египет аллилуйя денег даму заикина возьми аллилуйя то будет человеческое призвание ты должен знать своего господа ведь ты дитё божье у тебя есть у тебя есть отец небесный но поговорить по пули небесным аллилуйя спроси его господи что со мною не я тебя призываю бог призывает когда ты ко мне приходишь ну максим призови меня у меня был в жизни несколько раз когда я призывал людей я говорю приезжай пойдем вместе будем господу служить пойдем пойдем давай вперед давай и человек приходил и со временем вдруг я понял что это я его позвал это не бог его позвал это я его позвал и когда у него проблемы начинаются кому он бежит представь что ты тот человек которого я призвал не бог призвал когда у него денег нету кому он бежит чего надо денег так ты господу идти и когда им жить негде они приходят ко мне для жить хочу где ты же меня звал я грудь и в обители господни а он горднение постой говорит он претендует на мое жилье на мои деньги на вы знаете когда человек призывает он отвечает за призвание например тебя позвали на работу пришел директор искал пойдем на работу и он начинает тебе гарантировать работу там пенсию бла-бла-бла-бла полный спектр он начинает рассказывать и как хорошо будет с ним если же тебя бог призывает ты должен обсудить своим призывальщиком или работодателем обсудить условия работы ожидать от него ответа если бог за перезывает он будет заботиться он покажет это он расскажет он не только тебе расскажет он еще другим людям расскажет и когда ты придешь кому-то ты придешь пастору скажешь пастор я хочу служить тогда послать к же значит уже давно слышал от бога что бог тебя призвал не нужно требовать пастора выше выше бы выжиме выжимая из меня призвание не выжимая из меня призвание не нужно старайся сильнее давай я буду выжимать призвание не давай ты будешь пастором вставай ты будешь пастором а я буду о классная идея хочу работать церкви аллилуйя я начинаю выжимать призвание по страдаю призвание вот так максим поступает со многими членами церкви убегает от них вы вылавливаете о чем я говорю призвание это не когда я разговариваю с тобою и убеждайте ну пожалуйста служи господа ничего подобного когда он говорит твое сердце он пришел сюда на сцену только по одной причине он услышал быть призванным значит слышать призвание начинается с момента когда ты начинаешь слышать господа многие верующие живут всю свою жизнь и не слышат господа они не слышат они прожили все классно однажды не услышали что бог призвал их к покаянию искали господь каюсь аллилуйя и всю жизнь потом ничего не слышит и все что он знает он знает что другие люди услышали кто дня господь призвал служить там-то и он едет и чудеса знамения и потом он видит другого говорится вот меня призвал тоже его господь не призвал едет разруха возвращается пораженные нищий и один говорит господь дал мне слово действительно бог дал ему слово другой прикидывается что господь господь мне тоже слова аллилуйя я не помню где я покушал и мне приснилось аллилуйя всякие люди бывают и ты смотришь и думаешь когда же господь нет слову даст но он должен разговаривать чтобы в один день если у тебя есть бог тебя есть отец небесный он будет и говорить с тобою с тобою в твою личную жизнь. Не просто генерального напрямления. РАДУЙСЯ АЛЛИЛУЯ! Нет. Он будет говорить в твою личную жизнь. Я призываю тебя подняться высоко в бизнесе. Я призываю стать тебя христианским бизнес-лидером. Я призываю тебя стать помазанным проповедником. Я призываю тебя стать помазанным евангелистом. Я призываю тебя стать помазанным политиком. Я призываю тебя стать человеком силы Божьей. Я призываю тебя стать помазанной молитвенницей, чтобы ты стоял на коленях передо мной день и ночь и молила о помазанниках моих. Разные призвания. Есть огромное количество. Одна женщина услышала, что Бог ее призывает делать пирожки. Она пришла и говорит, «Вы не знаю, что-то странное, но Бог призвал me делать пирожки». И она начала печь пирожки. Через некоторое время она вдруг поняла, что она, оказывается, умеет печь пирожки. И, оказывается, она может продавать их. И она, оказывается, может распространять их. И она открыла маленькие кондитерские места, стала пирожки, тортики печь, И постепенно она стала состоятельной женщиной, ей было под 50 лет. И она стала состоятельной женщиной, у нее стало много денег. И она приходила в церковь, и когда пастор говорил, нам нужно что-нибудь купить, она выходила, и бабуля выходит, халялуя, ей уже под 60, через 10 лет она говорит, так, что надо, пастор? Он говорит, ну вот нужно здесь купить кое-что, на тебе 10 тысяч долларов. Вот такие бабушки мне нужны, халялуя. Поверни соседу и скажи, чтобы такой бабушкой ты стала. Существует странное мнение, послушайте. Существует странное мнение, послушайте, странное мнение, что Бог призывает только для священно действия. Призываю тебя быть пастором. А ты бизнесмен, вали отсюда. Бог тебя не призвал, халялуя. Иди там, деньги зарабатывай, грязные деньги, ты грешный человек. Ты призван быть мытарем. Нет. Бог призывает царей и священников. Цари не священодействовали. Цари властвовали. Цари зарабатывали кучу денег. Они строили храмы, они делали большие дела. Он призвал его быть царем. Не всех. Бог призвал Давида не быть священником. Он призвал быть царем. Как можно сравнить сегодняшнее понятие? Супер бизнесмен, олигарх. Человек, который владеет большими средствами. Когда он однажды пришел, решил храм построить. Он пожертвовал миллиард долларов. Там он золотом жертвовал и всякими остальными. Перевели миллиард долларов. Миллиард долларов. И это было несколько тысяч лет тому назад. Он не был призван священником быть. Кто-то призван быть священником, кто-то не призван. Кто-то призван быть проповедником, кто-то не призван. Но ты думаешь, я хочу стать священником. Но если ты призван быть царем и пытаешься стать священником, то ты будешь негодный священник. Если священник пытается быть царем, это негодный царь будет. У каждого свое призвание. Как узнать свое призвание? Слушай. Слушай. Слушай голос Божий. Спрашивай его. Спрашивай о твоей жизни. Он не будет тебе каждый вечер говорить, ой, сегодня мне Господь это сказал, а завтра он мне сказал то, а вчера он мне сказал то, а вот позавчера он все отменил и искал третье. Он не попугай, он говорит однажды конкретно и потом молчит. Вот я сколько Господа знаю, сколько хожу перед ним, он говорит один раз и потом молчит несколько лет. Он не как попугай. Он не говорит потому, что так хочется. Нет. Он говорит однажды, когда он призывает, он говорит однажды. И потом тишина. Ною он сказал однажды. Ною! Такой маленький, коротенький, лысый. Ты скажешь, нигде в Библии не написано. А мне это открыто Духом Божьим, а ле ле ле. Он был короткий, крепыш такой, лысый. Что в господи? Нои! Строй ковчег! Чего? Лодку строй, говорю! Зачем? Потоп будет. Как это так? Вода будет длиться с неба. Дождь. Что такое дождь? У нас никогда не было дождя? Будет много дождя, и вода из-под земли выйдет, и все утопит. Построю лодку, спаси себя и животных, которые придут к тебе. Он говорит, я постул, я не строитель. Теперь перестраивайся. Перестраивайся. И сколько он там сто с чем-то лет строил? Сто двадцать лет строил лодку. И когда он построил, Бог сказал ему второй раз. Спустя сто двадцать лет. Войди. Аллилуйя. Все. И тишина. В смысле войди? Жара, пекло, животных загоняет, слоны, кабаны. Тараканы, белочки, мышки, тараканы тоже заползли. Он говорил, уйдите отсюда. Они заползли через щели. У меня один претензий к Ною. Зачем он взял с собой тараканов? Заползли. Говорит, закрывай дверь. Сидит жара. Представьте, как глупо выглядит. Люди подошли, ржут над ним. Ной с ума сошел. В жару сидит в лодке с одним окошком наверху. У старика крыша поехала. Он сидит, Господь. Что дальше? Жди, сейчас будет светопредставление. И как начался потоп, дождь. И потом они плавали. Долго плавали. Когда вода начала сходить, Господь, ответь мне. Значит, что Господь ему сказал? Ни? Чего? Он ничего не сказал. Тогда он стал, по-моему, ворону запускал, да? Запустил. Прилетело. Голубя там запустил. Он стал запускать, стал эксперименты проводить. Что делать остается, когда Бог молчит? Бог молчит. Выходить. Сказал, зайди, зайди. А выходить не сказал. И он говорит, видать, вода сошла. Бум, встали. О, сошла. Сходит вода. Пока еще выходить нельзя. И он стал эксперименты проводить. Голубей запускал. Сидели в лодке. И потом однажды голубь принес веточку. Уже Бог сказал голубу, принеси ты ему веточку. Ну что, старый, не понимаешь, что ли, уже все сошло? Голубь веточку принес. И тогда Ной говорит, посидим еще немного. Еще немного посидели. Говорит, ну давай теперь открываем, посмотрим. Открыли. Вау, красота, новый мир. Ной со своей семьей заполняет землю. Он призвал один раз. И потом молчит. Таков Господь. Он один раз говорит, и потом повтора не делает. Он не садится вечером. Ну что ты? Ты говоришь, да Господь, пойми, трудная ситуация. Он говорит, да ну, братан, ты что, давай разберемся, разведем. Ну ты что? Я сказал же, я же Бог, ты что, в конце концов. Так не будет никогда. Это не твой родственник, который тебя снова и снова будет убеждать. Он тебе не ответит до тех пор, пока не ответишь. Он будет молчать до тех пор, пока ты не решишь делать то, что он сказал. Некоторые люди получили один раз слово от него. И всю жизнь не делали его. Ждали до последнего дня. Потом сделали, и Господь дал ему второе слово. А он уже умирает. Жизнь к концу подошла. Бог серьезный. Если Он призывает тебя, Он призывает. И Он стоит на своем. Он не меняет мнение. Ну ладно, давай, давай, теперь по-другому сделаем. Хайл, давай так сделаем. Он, он, он не кореш, Он Бог. Если Он сказал один раз. Даже себе всей жизни не хватит. Если ты не начнешь, Он не повторится. Когда Бог меня призывал, все родственники уезжали в Америку. Все уезжали. Вся атмосфера звенела в воздухе. А я был провокатором. Я провоцировал всех родственников на эмиграцию. Тогда было опасно, когда нам пришла идея эмигрировать за границу. Папа с мамой сказали, ой, тише, не говори никому, не надо. Зачем нам это надо? Вдруг тюрьма, КГБ страшная. Я говорю, перестройка, гласность, Горбачев. Аллилуйя. Я сказал, я еду в Америку. Тетя Нина, шли вызов. Я один поеду. Они говорят, мы тоже едем, мы с тобой тоже едем. Все, всем шли вызов. И мы собрались в Америку. Аллилуйя. И когда мы все вот так, Аллилуйя. Я уже ходил здесь как американец. Привет, народишка советская. Мы, так сказать, американцы. Шлем вам привет. How are you? В общем, я уже не Хайса Максим. My name is Maxim. Я уже в Америку еду. Пока, советский народ. И когда наши друзья начали узнавать, они с такой завистью смотрели. А как? А кто? А через что? Расскажи, где берут? Я говорю, надо было верующим быть последние 15 лет. Берут верующих. Вы остаетесь здесь. Вы утонете. Мы идем в ковчег. У нас была такая позиция. Мы думали, что Советский Союз разрушится. И все. И потом, однажды, когда осталось совсем немного, как Господь говорит, Максим, да, Господи, останься в этой стране. Совке? Совок это, Советский Союз. Я позабочусь о тебе. И потом мне показал картину, что будет со мной, если я уеду в Америку. Он не показал мне, что будет, если я останусь. Если бы он мне показал, что будет, что я останусь, я бы остался бы сразу же. Он мне показал, что будет в Америке. Я стоял, ехать или не ехать. Дорогие друзья, 19 лет. Ни одного дня сам не жил. Разговаривать с Богом. Это было всего несколько минут. Останься. И потом, я снова пришел, думал, он меня снова будет просить. Господь, значит, так трудно. Проси меня. И даже была такая молитва. Глупые детские молитвы. Господи, если ты еще раз попросишь, тогда точно расслаблюсь. Подтверди, Господи. Еще раз. А в ответ тишина. Ничего нету. Господи, это ты был или кто другой? Я четко знал, что это ум, но столько сомнений. Призвал Бог тебя или не призвал? У тебя ничего нету. Если бы тогда я бы знал бы хоть краешком глаза. Мне показали, что будет, я бы точно знал, что Бог призвал. Ничего, ноль. Ноль картинки. Было чувство, что все будет хорошо. Но картинки не было. И потом началось. Родители, родственники. Да как так? Ты все завел это? Как ты можешь остаться? Моя мама героически говорит, я тоже остаюсь. Аллилуйя. Я смотрю на нее, думаю, Господь, убери эту проблему. Лучше я один останусь. Я говорю, тебе Бог сказал или потому, что сын твой остается? Все равно побуждение будет здесь. Там тоже какие-то герои появились. Мы тоже остаемся. Но прошло время. И потом, когда те, которые говорили, мы тоже остаемся, они знают. Они говорят, знаешь, Максим, ты сам пойми, что ситуация сложная. Но мы вернемся. Честно, мы вернемся. Вот все, кто обещал, что вернулся, никто не вернулся. Все исчезли. Я остался. Благодаря тому решению, вот эти 14 лет, я вижу то, что я вижу. Я вижу результат тому, когда я сказал, да, Господи. Был ли повтор? Не было. Один раз Господь сказал, он готов ждать десятилетия. Он готов ждать всю твою жизнь. И потом, когда ты на ней придешь, скажешь, Господь, почему жизнь такая была? Он скажет, пойдем пленку посмотрим. Перемотает на тот момент, когда он с тобой разговаривал. Он скажет, я же тебе говорил. Господь, ну как так? Я не совсем уверен был. Я вот подумал, ну я же тебе говорил. Я ждал, что ты не скажешь. Но он говорит, вначале один, потом два. Два не бывает перед одним. Вначале один ответ, потом второй, потом третий. Возвращайся на тот момент. Помните, как в Писании сказано, если ты оставил первую любовь, то вернись. Вернись на тот момент, где я ставил. Встань и снова начинай. Возвращайся обратно. К моменту призвания. Начинай сначала. Вот я, Господи, сказал Исаия. Пошли меня, Господь. У нас огромное количество неиспользованных призваний. Огромное количество неиспользованных призваний. Одного проповедника я сказал, в чем секрет твоего успеха? У него большое служение. Он говорит, в чем секрет? Он говорит, моментальное послушание. Я говорю, почему он тебе так часто, Бог говорит тебе, делать какие-то вещи, и большие вещи ты делаешь? Он говорит, потому что я слушаюсь, и делаю, и слушаюсь, и делаю, и слушаюсь, и делаю. И чем чаще я слушаюсь, тем чаще он мне говорит. Я не говорю о этих супердуховных, которые говорят, Господь, мне шоколадку или мармеладку взять? Бери мармеладку. Господь не будет эту чушь говорить. Он не будет тебе говорить, какую одежду одеть и какую прическу на голове иметь. Он не будет тебе, он скажет, читай Библию, и все поймешь. Не спрашивай Бога глупых вопросов. Спроси, зовешь ли ты меня Господи? Кто призван, кто слышит? Слышит Божий голос. Я не говорю о голосе в угле комнаты и горячем кусте. Я Бог зову тебя! У меня не было такого. Но внутри себя я имел точную уверенность, Бог меня призывает. Я находился в молитве, я нашел это призвание, я просто чувствовал. Однажды я был увлечен информацией о спутниках телевидения, не спутниковая тарелка, как это работает. Я собрал всю информацию, я получил знания, я выучил многие вещи. И потом сказал, Господь, начинать ли спутниковый телеканал или нет? Ведь это просто. И тогда Господь говорит одно слово, начинай. Все. И с тех пор тишина. Господь, у нас проблемы, я с тобою. Господь, у нас трудности, я с тобою. Но однажды он сказал, начинай. Тихо, негромко, начинай. Это не была длинная речь, сын мой, я тебе говорю, начинай. Это была личная молитва, начинай. Способность слышать голос Божий определяет качество призвания, высоту полета. Способность слушаться. Весь старый заведующий ты читаешь, слушай голос Господа Бога твоего. Слушайся и повинуйся, исполняй его слово. Тщательно храни все слова книги этой. Тщательно. Размышляй день и ночь. Да не отступай от себя книга закона от уст твоих. Говори ее. Находись в моем слове. Повинуйся. Ищи мое слово. Скажем мы на этом. Давайте Исаия 48 главу откроем. Послушай, 48 глава, 12 стих. Послушай меня, говорит Господь. Иаков, Израиль, призванный мой. Вначале мы слушаем, потом становимся призванным. Послушай меня, призванный мой. Послушай меня. Если ты слушаешь его, ты становишься призванным. Я тот же, первый и последний. Я тот же, я не изменился. Моя рука основала землю. И десница распростерла небеса. Призову их. И они предстанут вместе. Бог призывающий, Бог. 14 стих. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его. Он исполнит волю его над Вавилонами. Явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал. Давайте скажем, сказал и призвал. В этом есть секрет. Я сказал и поэтому призвал. Когда Бог говорит, его слово всегда призывающее действиями. Я сказал и поэтому я призвал. Если Бог что-то говорит, Он призывает. Если Бог что-то говорит, Он призывает тебя. Он призывает выйти из тьмы. Он призывает тебя выйти из греха. Он призывает тебя выйти в служение. Он призывает тебя выйти в бизнес. Он призывает тебя пойти дальше. Он призывает тебя на высокие пути. Он призывает на вершины. Когда он говорит, он призывает. Когда Иисус сходил, подошел к Матфею. Матфей торгует, налоги собирает, налоговый инспектор, налоговый полицейский. Еще не чистый на руку к тому же. И Господь подошел к нему и сказал, следуй за мною. Он не сказал, я тебе гарантирую жилье, питание, безопасность, я тебе гарантирую пенсию. Он ничего не сказал, он подошел и говорит, следуй за мной. И пошел дальше. В этот момент происходил процесс внутри этого Матфея. Внутри Петра, когда он сказал, следуй за мной. Внутри людей, которые приходили, он призывал их. Когда Господь говорит, он призывает. Господь, я хочу слышать голос Твой. Я хочу слышать призвание Твое. О чем Ты мне говоришь сегодня? Куда мне идти? Когда Иисус подходил, он говорит, следуй за мной. Иди за мной. Я веду тебя. Я буду Твоим Господом. Возьми крест, отвергни себя. Возьми крест и следуй за мной. Это условие призвания. Его слово зовет, зовет за мною. За мною, вперед. Он не успокаивается. Ему нужно, чтобы ты рос. Он говорит, пришло время, чтобы вы поднялись. Судя по времени, вы должны быть уже учители. Но вы еще не учители. Вы еще младенцы. Нужно расти. Его призыв, чтобы мы совершенствовали. Он говорит, я поставил одних пророков. Апостолов, евангелистов, учителей, пастыров. Для созидания тела Христова. К совершению святых. Чтобы вы оставили заднее. Простираясь вперед. Апостол Павел говорит, отрубаю заднее. Оставляю. Оставляю прошлое. Иду вперед. Стремлюсь к цели высшего звания во Христе Иисусе. Призвание. Когда Бог говорит, Он зовет. Он не зовет тебя остановиться. Он зовет тебя выслушать Его слово. Остановиться на минуту. Сказать, Господь, слушай тебя. И действовать. Почему мы не видим сегодня больших героев. Среди наших рядов. Больших людей, которые делают дела Божьи. Мы видим, человек пришел к Богу. И остается на протяжении десятилетий таким же. Потому что он не слушает голос Божий. Он слушает голос своего ума. Он слушает голос своей жены. Он слышит голос своего желудка. Который перекрикивает все остальные голоса. Вы знаете, у мужчины голос желудка. Самый громкий голос в жизни. Аллилуйя. Он вопит. Он заставляет его стонать, рычать, чемокать, гавкать. Он заставляет его делать безумные вещи. Голос желудка готов тебя опустошить, твои карманы. Аллилуйя. Он готов сделать все, что угодно. Но какой голос мы выбираем сегодня? Кого мы слушаем? Наши знакомые сказали, вау, классная идея. Давай вот это делать. Давай бизнесом заниматься. Давай там продавать тюбики. Тюбики вот с этим супер кремом. Аллилуйя. Который тебе вот так намажешь. И у тебя тут волосы перестанут расти. А здесь намажь. Здесь начнут расти. И все, что хочешь будет. Только отдай деньги. Знаете, когда я это слышу, я понимаю, что ты подвержен бомбардировке. Бомбардировке всяких слов. Но голос Божий неизменный. Он однажды сказал и ждет действия. Он однажды говорил с тобой. Он будет говорить. Может быть, он сегодня говорит. Может быть, он завтра будет говорить с тобой. Но ждет от тебя действия. Вот я, Господи, пошли меня. Вот я, Господи, используй меня. Вот я, Господи. Конечно же, ты встречаешь огромное количество трудностей. Но благословен человек, который знает его призвание. Я сказал и я призвал его. Давайте откроем Псалом 88. Это одно из самых любимых мест в Библии, которые я знаю. Это место, которое может быть и должно быть подчеркнуто в твоей Библии. Мне нравится русский перевод этого места. Благословен народ, который знает трубный зов. А не ходит во свете лица твоего, Господи. Мы слышим о Боге очень много разных историй. И нам каждый проповедник рассказывает, как Бог его позвал. И мы слышим, что Бог делает чудеса. Что мы можем сказать о Боге? Кто для нас Бог? Вот у меня вопрос к вам. Посмотрите на меня, пожалуйста. Что вы знаете о Боге? Что вы слышали о Боге? Кто-нибудь может здесь на первых трех рядах сказать мне? Ты слышал, что Бог благой. Кто еще что слышал? Откуда ты слышал? Как ты знаешь, что Он всемогущий? Тебе проповедники когда-нибудь рассказывали об этом? Отлично. Что еще мы слышали? Что Он спаситель. Мы слышали, что Он спаситель. Что еще мы слышали о Нем? Что Он небесный отец. Что Он верный. Что Он есть любовь. Что еще? Он святой. Он жизнь. Он заботливый. Замечательно. О, смотрите, сейчас достаточно. Я чувствую, вы многое о Нем слышали. Вопрос. А что вы от Него слышали? Вот вы слушаете Библию. Я говорю Бога. Послушайте внимательно. Мы много слышали о Нем. И каждый проповедник нам рассказывает о Нем. И каждый говорит, какой Он хороший. И ты можешь целый архив составить, что ты слышал о Боге. Ты можешь целую историю записать. Я слышал о Нем вот это. Я слышал о Нем это. И Он такой классный. И Он даже Моисея поднял. И Он даже Авраама поднял. И даже Якова Он изменил. Он такой классный. И Он ходил по земле. И Он исцелял людей. И Он любит меня. Он такой классный. Он есть любовь в жизнь. Святой. Он друг. Я о Нем все знаю. Ну окей. Хорошо. Теперь вопрос. А что ты слышал от Него? Вы почувствуете разницу, да? Вы слышали о Нем все. Что вы слышали от Него? Можно многое о Боге знать. И в тот день написано, придут многие и скажут, Господи, Господи, Аллилуйя, наконец-то встретились. Ура. Он скажет, кто вы такие? Ну, Господи, ты что, забыл? Мы твоим именем пророчествовали, сцеляли, халявуя церкви насаждали. Мы дела делали. Он скажет, кто вы такие? Он говорит, ну, Господь, мы про тебя столько книг прочитали. Нам столько проповедников приезжали. И Он скажет, ребята, постойте. Вполне возможно, чтобы вы обо мне все знаете. Я-то вас не знаю. И дальше написано, Он скажет, уйдите от меня. Я вас не знаю. Как тихо. Мы слышим многое о Господе. Пришло время послушать Его. Благословен народ, который слышит Его трубный зов. Благословен народ, который знает Его призвание. Благословен народ, который способен слышать Его призов. Благословен народ, который открывает свое сердце, чтобы услышать призвание Божие. Скажем мы на это аминь. Встань на ноги и скажи, слава Богу. Садитесь. Кто-то там поздно встал. Благожен народ, который знает призыв Божий, знает трубный зов. Вы знаете, что голос Господа, как труба, в Откровении написанном, Откровение 1 глава, 10 стих, написано так. Я был в духе день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, Который говорил, я есть мальфа и омега, первый и последний. Голос Господа, как бы трубный. Труба имеет способность призывать. Вы знаете, что во время войны, когда там они на конях скакали, У них труба была один из самых сильных инструментов, потому что ее слышно далеко. Потому что ей не нужно усилительных инструментов. Скрипка или там, я не знаю, клавиши не имеют такой способности призывать. Но труба своим визжащим, пищащим гулом, она проносится далеко и дает знак. Война! И когда армия поднимается, был трубач, он всегда тан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. И им заскакивали и слышали. И теперь, говорится, голос Господа, как бы трубный. Его голос похож на трубу. Почему? Потому что он зовет. Когда начинается война, труба зовет. Когда идет отбой, труба зовет. Когда начинается что-то, труба зовет. И мы прочитаем в числах, о чем написано на трубе. Но голос Господа, как бы трубный. Вы знаете, что будет много труб? Когда мы пойдем на небо? Когда мы услышим звук последней трубы? Давайте откроем 1 Коринфянам 15 глава. В один день. И этот день наступит скоро. Я надеюсь, что это наступит при нашей жизни. Потому что мы наблюдаем времена и мы видим, что последние дни, последние сроки. Пришло время. И на Писании написано очень хорошо. Что Господь призовет своих. Он говорит, говорю вам тайну. 51 стих. Говорю вам тайну. Не все умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Давайте скажем, последняя труба. И был острубит. И мертвый воскреснут дедленными. А мы изменимся. Последняя труба. Это будет один день. Это будет невероятное свето-представление для этого земли. В Писании говорит, что есть люди, верующие, которые доживут до последних дней. Я верю, что мы живем последнее поколение. Хотя, возможно, и не мы последнее поколение. Может быть, дети наших детей будут последним. Но наступит момент, когда произнесется трубный звук. И труба будет рубить. И придет ангел и будет рубить последней трубой. Последней трубой. Последней трубой. Давайте скажем. Последней трубой. Он воскрубит последней трубой. Он воскрубит. И во мгновение ока. И его святые призванные. Церковь Христова. Не те, которые просто ходили на собрание. Но те, которые верили всем сердцем. Во мгновение ока. Они трансформируются. На землю упадет его одежда. Он посмотрит. Новое тело. Вау. Оно какое-то такое странное. По-другому звучит. Посмотрим в зеркало. Старушка вдруг стала красавицей молодой. Толстый наконец стал. Очень толстым. Посмотрит. Вау. И мы будем слышать трубу. Мы посмотрим в окно. И мы скажем. Ангелы стоят. Там трон. И ты возьмешь немножко. Ка. И. К трону полетишь. И Иисус будет говорить. Пойдем. Пойдем. Ангел будет рубить последней трубой. Во мгновение ока. Самолеты будут лететь. И в самолетах люди начнут исчезать. В машинах начнут исчезать. Потому что они призвались к Господам. Одна американская авиакомпания. У них президент христианин. И он сделал так. Чтобы обязательно летчик был верующий и неверующий. Он не разрешает. Чтобы два верующих летчика было в одном самолете. Потому что он искренне верит. Если Господь призовет. Как будет грешников. Кто сажать будет. Чтобы они не разбились. Они всегда неверующего сажают. Чтобы тот смог посадить. И уже там. Разбираться. Но это произойдет в один день. Люди начнут с земли исчезаться. Миллиарды исчезли. Все остальные скажут. Это какой-то инопланетяне. Они наверняка на инопланетянство сошлют. Они инопланетяне очистили нашу вселенную. От христианской нечисти. Это произойдет. Это будет последняя труба. Но если есть последняя. Позвольте меня спросить. Значит есть какая? Пред? Если есть последняя. А если есть предпоследняя. Значит есть предпред? Я не знаю сколько там труб. Но если есть последняя. Значит наверняка где-то обитает. Мы не знаем точного количества. Нигде не написано. Но я знаю точно. Минимум 7 труб. В откровении написано 7 труб. А в числах 10. То есть где-то 10 плюс 7, 17. Может быть 27, может быть 37. Откуда я знаю? Я не бог. Я не умею трубы делать. Но Господь творит трубы. Здесь первая, вторая. Есть предпоследняя, предпоследняя, предпоследняя. Предпоследняя, последняя. Если есть последняя. Писание говорит последняя труба. Меня всегда удивляет как люди концентрируются. Говорят ой господи лишь бы мне последнюю трубу услышать. Лишь бы последнюю трубу. Но если ты не слышал предпоследнюю, как ты услышишь последнюю? Вы понимаете, о чем я говорю? Если ты не слышал ни одной трубы, ни одного призвания. Никогда ты не слышал призвания, как ты услышишь вообще трубу? Мы рассчитываем вдруг. Там неожиданно мы услышим трубу. Мы услышим. Я иногда шучу над своими друзьями. Я говорю, слышишь труба? На небе труба. Какая труба? Где? Я говорю, успокойся, рано еще. Не натренировался. Слышать трубный зов. При последней трубе. Я по сути своей шутник. И говорят, все шутники, они счастливые люди. Я люблю шутить. Я люблю шутить. Однажды, это было в Швеции, я расскажу Ларисе. Я уже рассказывал эту историю, с тобой хочу рассказать. Я инсценировал Вознесение. У нас родился маленький сыночек Алешенька. И Лариса где-то там, мы в квартире жили, на кухне что-то возилась, там сковородками гремело, разговаривала. И я был в спальне, и малыш был, Максик в спальне. А когда ребенок родился, он очень тихий. Первые три месяца тишина. Потом начинается разговор ребенка. И следующие три года, крик сплошной. И вот лежим. И ко мне пришла идея. Я думаю, вау, классно. На улице снег, холод. Я беру ребенка, снимаю пеленки. На руки беру. Скидываю себе верхнюю одежду. Так, знаешь, скомка, будто бы лежал. И осталось. Взял на руки. Тихо зашел в ванну. Встал в ванну. И шторку вот так прикрыл чуть-чуть. Она не видит. Я стою терпеливо, жду. Две, три, пять минут проходит. Она говорит, Максим! Максим! Раз слышу, пошла. Я думаю, Господь, урок святости сейчас будет. Максим. Она подошла, смотрит, одежда лежит. Стала искать. Чувствую, в ванну заходит, зашла, посмотрела. Ну, не догадывается, вот туда заглянуть. Нету. В туалет нету. Смотрит, одежда здесь. Одежда ребенка здесь. Все здесь. Выгляну на улицу, ничего нет. И я слышу такой, Максим. Пошли шкафы, полочки. Максим. Господи. Господи. Я не стал доводить до кульминации. В момент, когда началось, Господи, я с голосом, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Она со слезами. Максим, ну как ты мог так поступить? Я говорю, святая моя, теперь ты готова, аллилуйя. Поэтому, если ты будешь жить со мной, готовься к экспериментам, я тебя подготовлю к небу, аллилуйя. Вы знаете, будет последняя труба, и Господь призовет, и своих заберет. Это факт. Это написано в Писании, будет последняя труба. В конце времени, когда Господь, Отец, скажет, пришло время, Он призовет своих, и свои пойдут на небо. Многие верующие думали, что они свои, останутся здесь. Жили серой жизнью. Что я имею в виду серой? Они не были праведниками, они жили серой жизнью. Ну знаешь, грех, праведность. Фигура здесь, фигура там, фигура здесь, фигура там, фигура, 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 фигура. Я здесь с вами, ребята, а я там, ребята, я здесь тоже ваш друг. Здесь у меня ангелы, друзья, а здесь у меня черти, друзья. Аллилуйя. И такой, знаешь, танцовщик, знаешь, прыжки в сторону. Фигура, 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 фигура. И ты видишь, ты же вроде как давно, ой, сейчас приду. Я все, я, аллилуйя, я с вами, друзья, слава Богу. Понедельник наступил, о, фигура, 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 фигура. Ой, субботу наступило. Господи, проси, проси, Господи, слава тебе, фигура. О, они обнаружат в тот день. Придут в воскресенье по привычке. Соберется возле здания группа людей. Ужас. А где все? У нас была другая встреча. Я проповедовал на тему, мы в этом, ботанический бульвар Уайзова, что там у нас? Дом культуры, строители. Строители были в Доме культуры строителей? Я проповедовал на тему, Господь скоро придет, и люди просто будут исчезать, Бог поднимет своих. Одна женщина пропустила два собрания, нас выгнали оттуда, и мы перешли в другое место. Но она, как всегда, была вот три недели назад в церкви, пришла снова в церковь по привычке, раз, смотрю, никого нет. Кварстерша подходит, говорит, а где они? Она раз посмотрит, говорит, да исчезли. Та спрашивает, как исчезли, а бабушку, как были, а не стало. Смотрит, как не стало. Она говорит, вот так быстро, раз, и нету их. Исчезли сектанты. Она вышла, идет по улице, плачет, господи, два собрания пропустила, и все. А видит, там другая идет. Она говорит, мы с тобой вместе остались. Она говорит, в смысле? Ну, говорит, а где все? Где, где? Собирается в адыка. Ага. Слава тебе, господи. Но будет последняя труба. Может быть, сейчас весело звучит эти все истории. Но будет последняя труба. Будет последняя труба. И при последней трубе вознесутся. Но есть предпоследняя. Господи, дай мне услышать все трубы, которые звучат на протяжении моей жизни. Я не хочу остаться неслышащим. Я не хочу, чтобы я пропустил звук трубы. Я не хочу, чтобы звук трубы прошел мимо меня. Если она трубит, пускай мои уши будут открыты, чтобы слышать. Чтобы услышать твое призвание, ибо голос у тебя трубный. И будет последняя труба. Если откровение прочитаете, откровение 8 глава, откройте. Там написано на 7 трубах. 8 глава, 6 стих. И 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились струбить. У Бога есть ангелы, у которых есть трубы. Подчеркните, есть трубы. Они приготовились струбить. Первый ангел его струбил. Здесь сделалось град, огонь и так далее. У Бога есть струбы. Его голос струбный. Благословен народ, который знает голос струбный. Откроем числа, 10 глава. Числа, 10 глава. Будем много подчеркивать. Будем много читать оттуда. Числа 10. И сказал Господь. Моисею. Бог говорит. Сделай себе две серебряные трубы. Чеканной сделай их. Чтобы они служили тебе для созывания общества. И для снятия станов. И когда затрубят ими, соберется к тебе все общество. Ко входу, скинь и собрание. Когда затрубят одной трубою. Соберется к тебе князья. Тысяча начальники Израилев. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть будет струбят при отправлении их путь. А когда надо было собрать тебе собрание, трубите. Но не тревогу. Сыны Ароновы, священники, должны трубить трубами. Это им будет постановлением вечным в роды ваши. Когда войдете на войну, в земле вашей против врага, наступающей на вас, струбите тревогу трубами. И будете вспомянуты перед Господом Богом вашим. Спасены будете от врагов ваших. В день веселья вашего, в праздники ваши, и в новом месяце ваши, трубите трубами. При всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших трубите. Это будет напоминанием о вас перед Богом вашим. Я Господь Бог ваш. Вау! Это очень хорошее место. Бог дает задание Моисею. Трубите трубами. Мы видим разные призвания трубные. Как быть призванным? Надо слышать. Если я слышу, я могу быть призванным. Если же мои уши закрыты, я не слышу голос, звук трубы. Я не слышу призвания. Как он будет меня использовать? Есть разные призвы. Есть общий призыв Покайся Есть призыв для тысячи начальников Есть призыв для лидеров Есть призыв для священства Есть призыв для войны Есть призыв для тревоги Есть призыв для праздников Есть призыв для жертвы Есть разные призывы Есть призыв передвигаться Двигаться дальше Я хочу ответить Господу Вот я Пошли меня Я слышу твой трубный зов Только что вы посмотрели проповедь Которая наверняка повлияла на вас И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы, у нас нет заграничных американских хозяев, у нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СНЛ, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНЛ – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНЛ. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНЛ помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас.